Чиновников, общественников и обычных жителей Прибайкалья объединила мобилизация. Вместе они собирают вещи для уехавших на службу земляков. В ближайшие дни в Новосибирск и Юргу отправят гуманитарный груз. Что в нем будет и какой помощи ждать на законодательном уровне, выясняла Дарья Эйвазова. Очередь из 30 человек тянется на три этажа. По такой живой цепочке волонтеры передают коробки и мешки с вещами, которые собрали для мобилизованных жителей Прибайкалья. Пункт сбора открыли в начале октября. Точка работала всего неделю. Но за это время удалось собрать 1260 коробок и 85 мешков с вещами, которые просили сами служащие. Все собранное рассортировали и подписали. В одних упаковках сгущенка, в других термобелье, в третьих термосы. Изначально был большой список того, что требуется солдатам. И потом мы отняли от этого списка то, что будет предоставлять централизованную область. И все, что осталось, мы собирали. В сборе участвовали в основном иркутяне, а также люди из ближайших городов. Потому что приезжали машины, мы помогали разгружать сами. А те машины, которые приезжали со Слюдянки, с Ангарска, с Уссоля. Самый запоминающийся человек это был дедушка, который принес свои ватные штаны и бушлаты, сказал, я в них воевал, они счастливые. И положил туда записку для ребят. Этот пункт самый крупный в Иркутске, но не единственный. Поэтому коробки отправятся в Новосибирск и Юргу после того, как рассортируют собранное на других точках. Вместе с вещами отправят и медикаменты. Аптечки для иркутян собирала городская администрация. В первой партии отправят 800 наборов. В резерве оставили еще 400 аптечек. Их будут передавать по мере необходимости. В каждой аптечке для человека будет приложен список того, что находится в аптечке. Так как мы понимаем, что ребята не с медицинским образованием, здесь все написано. Какое из них средство является? Кровоостанавливающим, средство антисептик для обеззараживания воды, обезболивающие, жаропонижающие, противодиарейные, противорвотные, сердечные препараты, антисептики. То есть очень удобно будет пользоваться этим списком. Помогают мобилизованным не только в Иркутске. Так в Усть-Ардынском работает народный цех. Там женщины шьют про запас балаклавы, плащепалатки, толстовки и другие вещи. А ангарчане решили помочь не только практичными вещами. И отправили в Новосибирск две гитары. Тем временем на законодательном уровне готовят новые меры поддержки для мобилизованных. Так в Госдуме предложили расширить основания кредитных каникул для мобилизованных. Если поправки примут, то получить отсрочку можно будет не только на личные займы, но и на кредиты для малого и среднего предпринимательства. А в правительстве собираются давать мобилизованным предпринимателям пять дней на передачу своих дел доверенным лицам. Также в Госдуме обсудят альтернативную службу. Ее могут разрешить мобилизованным, на попечении которых, например, есть беременные жены или дети-инвалиды. Но когда рассмотрят эти предложения, пока неизвестно. Дарья Эйвазова, Павел Рютин. Новости по будням.